Это женщина, и Бог через нее поднял церковь, удивительную, большую, великолепную церковь. Он мне выкалывал глаза, и что интересно, у меня никогда не было страха. Я смотрела ему в зрачки и говорила, ты никогда мне не выкалишь глаза. Она всем говорила, моя Нинка колдунья, она воскрешает мертвых. На моих глазах девка мертвая была, она жила. И она сказала, больше сюда ко мне не приходите. Это огромный дар, это огромная вера. И это как раз тоже часть наследия вашим духовным детям, вашим потомкам. Дорогие друзья, мы в гостях у удивительной женщины. Я помню, как когда-то представил мне ее муж, Игорь Никитин. Он сказал, я тебя сейчас познакомлю с женщиной, которая выглядит как сельская учительница. И ты не представляешь. Это женщина, и Бог через нее поднял церковь, удивительную, большую, великолепную церковь в городе Ижевск. Церковь называется «Вера, действующая любовью». И мы сейчас в гостях у Нины Михайловны Сусловой. И я хочу, чтобы в этой программе Нина Михайловна поделилась историей своего жизненного пути. Когда-то Давид сказал в Салмах, ты извлек меня из рва, из тенистого болота душу мою. И жизнь очень многих людей похожа на заключение в таком тенистом рве, в болоте, которое затягивает, из которого не видно выхода. Люди не знают даже, что какая-то есть другая жизнь. Когда я общалась с вами, Нина Михайловна, мне очень захотелось, чтобы люди узнали вас не только как служителя, пастыря, женщину, похожую на учительницу, но ту, которую Бог извлек из прежней жизни, из той семьи, в которой вы росли, из тех обстоятельств, условий. Бог видел вас, безусловно, каждый ваш день и был с вами, но вы не знали его, и ваша семья не знала его. Поэтому вы жили по своим помыслам, которые были вам открыты. И мы увидим сейчас, я надеюсь, в вашем пути, в вашей этой истории, которая очень-очень непростая. Что это был за путь? Здравствуйте. Это для меня великий экзамен, чтобы рассказать все, что я жила. Я вышла из такой семьи. Да, дедуля у нас очень был зажиточный. У нас было много лошадей, два дома, зимний и летний дом. У нас было много, погреб был, вы знаете, много-много метров под землей, и там он был выложен весь льдом, что у нас там туши, мясо висели, ведрами стояла сметана, ну и прочие продукты питания, да. И я вот выросла в такой семье, но в этой семье было всего в избытке, но не было мира, не было взаимопонимания. Очень избивал дед бабушку. И я, когда была маленькая, я говорила, ой, дедушка, я вырасту, я тебя буду бить, 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 пока не умрешь, понимаешь? Ух ты, это вы в пять лет ему говорили? Да какой в пять? Там в два-три года я очень рано начала говорить. Я так ему лепетала, я ему так это говорила. А им было всем смешно. У деда было четыре сына, да? Да, четыре сына и моя крестна, Мария ее звали. Дочь, да? Да, и их дочь. И там такие были очень напряженные все взаимоотношения. И я жила в состоянии постоянной войны. Мне надо было защищать бабушку. Мне надо было защищать маму, когда на нее нападали, да? А мама была женой одного из сыновей, да? Да, старшего сына Михаила. И я такая маленькая, я ругалась со всеми ими. Я помню, как я укусила деда за руку, чтоб он не поднимал руку на бабушку. И я прямо вырвала этот клох мяса вот из руки, да? И он так обозлился и стал меня бить. И бабушка меня взяла под себя и залезла под кровать. Так он разобрал эту кровать, чтобы бить и топтать бабушку. Он ее бил так, что на ней даже курочке некуда было клюнуть. И вот я в такой обстановке выросла, постоянной боевой готовности, постоянно кого-то защищать. И когда меня мальчишки там обзывали, да? Тень-тень, потетень выше города плетень, или тень-шань меня обзывали. А почему? А потому что фамилия Тень-сины были, тень-сины, да? И я всегда приходила и говорила, бабушка, меня обзывают. Мальчишки она брала жердь, и я шла за ней с какой-нибудь Вичкой и мальчишек. А они за изгородь спрячутся, и она их вот так по рукам вот этой жерди, что не трогайте. Вот бабушка тоже боевая. Да, бабушка, она по морозу босиком ходила, она там валенки кидала, ну как кого-то поверье же было через, не знаю, через ворота, да. И вы понимаете, я, видно, впитала вот этот характер боевой бабушки. После этого у нас родилась Людочка. И вот двухмесячный ребенок, и я, пятилетняя девочка, я с ней водилась по восемь часов в день. Мама меня закрывала, мы снимали полуподвальное помещение, мимо окон проходили люди, я видела только сапоги, а больше я ничего не видела. Вот, я вот по столько часов сидела, мама прибегала на обед, тогда ведь были гудки, по гудку прибегала, вот, луковицу в рот, хлеб, соль, кормит, это самое, грудью, милочку, да. Я хоть что там ешь, но нет, так нет. То есть, обо мне никогда не... То есть, жили уже впроголодь, получается, да? Да. Я никогда... И не помню, когда я вообще сытая была. В детстве и в юности. И я настолько это перенесла, даже когда уже стала пастором, я от пасторства отбивалась семь лет. Я семь лет поднимала руки и говорила, Господь, одумайся, у тебя что, мужики на Руси перевелись, что ли? Что ты меня поставила такую заморажку? Всю растоптанную, да? Вообще не собранную, такой вот вообще непонятно что. Да какой я пастор! Вы представляете? И я даже зарплату не получала. Всем раздам, а сама на баню брала, на веник и на билет. Потому что у вас это была привычка с детства, когда на вас экономили, чтобы работать на семью и, в общем-то, все вкладывать. Все вкладывать. И даже когда у нас один бухгалтер ушла в декрет, другая пришла, и она сказала, Нина Михайловна, вы что, вообще зарплаты не получали? А как вы жили? Я говорю, так мы же питались в нашей трапезной, да? Ну вот так вот я вот что-то там перекушу, когда-то не перекушу, и я привыкла так жить. Вот такое вот к самой себе отношение. Я долго молилась и говорила, Дорогой Господь, научи меня любить так, чтоб я любила ближнего своего, как самого себя. Я люблю ближних, ты это знаешь, ты мне даешь любовь. Я каждый день молюсь всеми молитвами любви, и говорю, Господь, Твое слово подобно огню. Вот этим огненным словом наполняй меня, чтоб я любила людей. Не перестаю тебе молиться. Наполняй и переполняй мое сердце любовью друг ко другу и ко всем. Совершенной любовью, которая изгоняет страх. Потом я преклоняла колени, чтобы Бог наполнял меня. Укорененная была у меня любовь. То есть я всеми видами любви молилась неистово, по многу раз, с таким наслаждением. Я потом, когда поднималась с колен, у меня ноги сами по себе танцевали. То есть я наполнялась радостью. И я жила только за счет, и пастором была за счет того, что я любила. Я любила, но эта любовь не приходила ко мне вот просто так сама собой. Потому что я неоткуда была взяться. Да. Детство было таким, что там не было особой любви. Я постоянно просила, чтобы он меня наполнял любовью. Это сколько лет было церкви к тому моменту? Это тогда годика уже нам три было. Три годика. Да. И вам пришлось учиться взрослой женщине получать любовь, выражать любовь, потому что в детстве вы переживали побои. Ваш отец, получается, по отношению к своей жене стал вести себя так же, как дед поступал по отношению к бабушке. Да. Как его отец поступал к матери. Он точно так же бил свою жену жестоко. И бил своих детей. Он избивал вас. И ваша жизнь вот в этом отчем доме, она была насилием и трудом. Где вы не ели досыта. И сколько лет вы вышли замуж, чтобы убежать из отчего дома? 18 лет. 18 лет. Да, я ушла только потому, по одной причине, что уме уйти из дома. Я потому что других выходов не видела. И меня бил отец со стенкой головой. У меня даже сзади череп. Там, как, не так, как у всех, да. Сейчас там у меня как лисенка. Будто бы вот тут вот у меня на затылке, да. Он мне выкалывал глаза. И что интересно, у меня никогда не было страха. Я смотрела ему в зрачки и говорила, ты никогда мне не выколешь глаза. Он бил меня поленями. Я думала, у него кованые сапоги, оказывается, так ирзовые сапоги. Он пинал, меня топтал. Он маму, когда бил, и мама ходила с фонарями, как говорили, да. И соседи всегда смеялись и говорили, вот опять у тебя мать с фонарями ходит, да. И мне было где-то лет 12. И я маленькая была, очень худенькая, да. Мама все меня била, колотила в бане и говорила, у тебя стиральная доска, а не ребра. Ну, одни ребра торчали. И я встала на сумку и говорю, тетенька, библиотекарша, дайте мне, пожалуйста, книги, которые бы я маму могла научить, чтобы она давала сдачу отцу моему. Потому что он ее бьет сколько можно. И она мне что-то дала. И я там прочитала, что только трусы бьют женщин. И я маме стала внушать. И она говорила, яйца курицу не учит. И одна затрещина, вторая. И она била всегда так, чтобы у меня пошла кровь или из носа, или из губы я прикусила, или из их прикусила. Понимаете, да? Ну, я-то понимаю сейчас, что это бесы. Вот. То есть она так, а я все равно говорила, мамочка, дай ему однажды сдачу. И зачитывала из этой книги, что я там зачитала, я не помню. Только я вот помню, что трусы бьют женщин. Трусы. Ой, слушайте, люди. Только трусы бьют женщин. Только трусы поднимают руки на женщин. И однажды у нас каким-то чудом в доме оказался ковш чугунный, который был в бане. И он там опять и на ее, и видно ее уже, ну, ведь это же слово-то работает. Она взяла этот ковш и по башке ему. И он говорил, Валечка, все, 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 я тебя не трогаю. Валечка, да, и он три недели ходил вот так на Рашамагу, потому что там ему было все больно, да, а мама три недели ночевала то у одних с сядей, то у других. А мы все шестерка, шестеро детей стояли на шухере, там другой один, что папа идет, мама, беги. И она по огородам куда-то там бежала, с кем-то там договаривалась, у кого будут ночевать. И папа уходила, она приходила снова, варила, стирала, выбирала. То есть у меня было ужасное детство, ужасное детство, ужасное детство. Восемнадцать лет вы вышли замуж. Да. Расскажите немного о вашем муже. Вы знаете, вот если бы, я так думаю сейчас, что если бы его мама не колдовала, она очень не хотела, чтобы он женился на мне, потому что ему нужна была жена с домом двухэтажным, с одной коровой, с такой толстой косой, хозяйство, а я была, ну, нищенка была. Мы жили в маленьком, крохотном домике, вот, и она, это я тоже узнала, когда... Потом уже, да? Да. Что соседка пришла, и она, видно, делала самогон, и она, и ей не давал этот самогон при мне. Запах же. Свекровь. Да, свекровь. И это говорит, ну, все, Татьяна, сейчас я все твоей снохе скажу. И она говорит, вы знаешь, как мы вместе колдовали, чтобы вы только разошлись. Так он был хороший человек, добрый, отсывчивый, покладистый, да, умел все делать, но он, когда от родителей приезжал, он по три недели сидел, включит телевизор, сидит, не подходи ко мне, иначе ударю, я говорю, Леня, ты лучший удар, чем ты обещаешь. Что случилось? Я-то не понимала, я ни во что же не верила. Вы же были воспитанницей советской системы, да, вы же воспитанницей комсомолкой. Я ни во что не верила. Даже, когда мне говорили, что есть Бог, я говорила, а если тебя под расстрел поставят, ну, и сказать, вот поверь Бога, да, ведь дети останутся сиротами, и я бы сказала, мир не без добрых людей, убивайте меня, я ни за что не поверю в Бога. То есть, вот такая я была безбожница. Но у меня было одно но. Я, видно, видела, как мама и бабушка в детстве, она молилась. И я постоянно хотела молиться. Я чувствовала внутри себя тягу к молитве. Я не знала, как молиться. Я не знала, как молиться. И потом, как я... То есть, умом, как бы, внешне, вы отрицали Бога. Да. А в сердце хотелось молиться. Я смотрела на небо и думала, где же там это Бог-то живет? Понимаете? Я хотела быть летчиком, чтобы поближе к Богу как-то мне его найти надо было. Во что бы то ни стало, да. И я нашла удивительным образом Бога. Мы были в Одессе, у меня был слепой сын, атрофия зрительных нервов, нестагм глаз, и вот такое вот коцоглазие. Это было что-то жуткое. И я плакала, не переставая, пока мы к Богу не пришли. У вас было двое детей, да? Да. То есть старший сын. Да. И потом доченька Оксана. Оксана. Она родилась, как это, дырка в сердце, там еще что-то, там еще что-то. Порог в сердце. Да. И я с ней вот только из окна вот так вот разговаривала. Она постоянно была в больнице. А если не в больнице, то я на саночках ее возила на контракт. Контрольная. Или учительница к нам могла прийти. Потому что, ну, когда мы на севере жили, там 40-50 градусов мороза. И поэтому учительница приходила с ней написать контрольную или диктант. Так что я первая учительница. Это все вот в этом регионе, да? Это мы уже на севере... Или уехали? Нет, в начале, да. Мы были в Жевске, а потом переехали. Хантамансийский округ. Район, приравненный к условиям Крайнего Севера. Тогда был это поселок Советский. Сейчас это город советский. Вот. И мне там очень нравилось. Мне там нравился белый снег. Нравились морозы. Ну, вообще все почему-то нравилось. Мне вообще нравятся стихии. Ураган, пурга, ветер, град, гром, молнии. И сейчас я тогда не знала, почему это все мне нравится. Я этого всего не боялась, да? Как другие мои боялись. Я всегда говорила, вот я везде налево и направо проповедовала, особенно вот летом. И вот начинается там гром, дождь моментально, да? Я говорю, ну что вы сейчас скажете? Ну, вы же не верите, что Бог есть. А это брох. И цитирую им места описания. Представляете? То есть моя жизнь такая была, что я была удивлена. Я говорю, тебе что, больше людей не нашлось поставить пастором? Ну, что ты меня поставил? Понимаете? Мы еще дойдем до этого. Но это здорово, что ваша отважная натура находила родство вот в этих сильных таких выражениях, действительно, стихии, природы, которые проповедуют о Творце. Это правда. И многие люди, которые сталкиваются с мощью творения, с мощью природы, их охватывает религиозное чувство, потому что они понимают, что не они боги этого мира. Есть выше них силы и сила, и есть тот, кто сотворил этот мир. И это чувство, конечно, ввергает в трепет и пробуждает в людях вот этот трепет, который заставляет задуматься о Боге. Вы оказались в поселке Советский тогда, да, и с вами были маленькие дети, и они там жили большую часть жизни, да? И у сына был астигматизм, косоглазие, слабое зрение. Это когда зрачки вот так вот бегают, бегают, бегают. И вообще я столько всего пережила, я говорю, пока мы не пришли к Вере, я всё плакала. Я как представлю его с тросточкой, в чёрных очках, с собакой, так я чуть в обмороке не падала. То есть это было для меня... Но будущего другого вы не видели. Нет, я искала. Я ездила к бабкам, к деткам, к экстрасенсам. Всю их взросление. Да, да. Ездила, вот мы жили в Москве 6 лет. Андрей ходил в специализированный глазной сад от института имени Гельмгольца. Там самоврач нас устраивала. Вы из Советского переехали ради детей в Москву? Но до, до, до. А, до Советского? В том, да. А, да. Вот. И потом мы ездили в Одессу, в институт Филатова. Ему там выписали телескопические очки. И врачи мне говорили, Нина Михайловна, вы сумасшедшая мама. Вы понимаете, атрофия, омертвление, зрительного нерва. Чего вы хотите? Как вы хотите, чтобы он... Мы вас лечили. Да. Когда вас умирали. Представьте себе, у вас мертвый пальчик. Как его лечить? Вот как его лечить? Вот вы понимаете, вы элементарных лечений понимаете. А я вот, знаете, вот как-то интуитивно или как-то внутри, я верила, что он будет видеть. Я верила, что он будет видеть. Я верила. Я верила. И когда однажды мы в Одессе зашли в одну церковь, просто чудным образом, шли после бани, а в Одессе там только дубовые веники, а мне достались тут, видите, или два березовых, и я с этими двумя вениками, да, длинные белые волосы распущенные в красном кремплинном пальто, я в таком виде вошла в эту церковь. Я была удивлена на рушники, на дедулечки вот такими бородами, на всех людей, все вот так вот разглядывала. И вдруг около меня встала женщина. И говорит, дочка, ты напрасно ездишь по всему Советскому Союзу, желая спасти своего сына. А тебе может помочь только Господь Иисус Христос. Я просто, ну вот, просто вот, ну это есть. Значит, вот кто-то дает же слепым зрение, ну вот это вот тот, кто вот может дать Андрею зрение, да. И пока я соображала, как задать следующий вопрос, ее не стало. А так как я в школе работала, я такая затылком видела, кто там, что там делает, когда на доске пишет. Я сюда, туда повернулась. Нету. Так, если она отсюда шла к двери, да, нет, она не могла зайти. Маленькие секундочки куда-то и уйти. Что ж это такое? Я думаю, я не спросила, где живет этот Господь Иисус Христос, Сын Бога Небесного. Подошла к какой-то женщине, подергала ее и говорю, слушайте, скажите мне, пожалуйста, где мне найти Господа Иисуса Христа, Сына Бога Небесного, который воскрешит мертвых и слепым дает зрение. Она так рукой махнула, подойдите к кресту. Я говорю, к какому кресту, где? А так вот, ну и наконец служение было, и там стояли люди, крестились и подходили и целовали этот крест. А я не знаю, как пальчики сложить. Я говорю, пожалуйста, сложите мне правильно пальчики. Ну и такая вся правильная была. Мне сложили пальчики. Потом во имя Отца и Сына Святого Духа. Сюда или сюда. И куда же это мне делать-то? Я пока шла, я училась, как это все делать. Но женщина, которая мне сказала, подойдите к кресту, она мне сказала, я говорю, а что это она должна делать около этого креста? Да-ка расскажи все, что у тебя наболело. Ну все, я вцепилась в этот крест. Когда моя очередь подошла, я начала говорить, как я искала Бога. Летчиком хотела быть. Это вот по моим понятиям, это поиски Бога были, да? И я всегда хотела молиться. Я не знаю Богу, молиться, не молиться. Вообще, что делает? И я рассказала, какая у меня доченька больная, какой у меня сын. Как я на мужа ни в чем не могу положиться. Он не умеет слово держать. Куда ветер, туда и ум. Вот все рассказала, все, что у меня наболело. Меня сет в сторону Дюа. Говорит, за эту, ну чтобы я скорее... Очередь, очередь поджималась. Ну такой был мудрый священник. Он поставил рядом кафедру и показал рукой, идите сюда, не трогайте ее. А я все равно, хоть я и молюсь, но уголовым зрением я вижу, что там делается, да? И они все обошли меня и стали туда идти, да? То есть мне Бог позволил с первого момента научиться изливать сердце, свое Богу. Я ему все рассказала. А когда я вышла, я долго смеялась и говорила, надо же. Комсомольский, секретарь комсомольской организации, пионерский работник. И молится какому-то Иисусу Христу, Сыну Бога Небесного. Ха-ха-ха. Сколько вам было тогда лет и вашим детям? Это было мне, скорее всего, где-то 32-33 года. Вот так вот, да? Мы еще тогда остались еще первую четверть. Мы закончили в Одессе, учились, да? И когда через 7 месяцев у меня умерла Оксана, но почему-то она умерла у мамы. Мы пришли к ней домой, и она там умерла. И мама меня била, колотила. Она до этого меня, когда бить пробовала, я ее вот так вот за руку взяла, я увидела полные глаза слез Оксаны, и такое удивление, что ее маму тыр-тыр бьют, хорошенечко колотят. А я молчу. Я все молчала. Меня бьют, я молчу. И я когда увидела эти глаза, я маму за руку так властно взяла и сказала, больше ты меня никогда не ударишь. И она где-то лет 5 она меня не била, вот пока Оксане 10 не исполнилось, когда она умерла, да? И вы знаете, тут она дорвалась, она меня колотила. То есть Оксана умерла, и прямо при теле ребенка? Да, да, она мама меня била, да. Она вставала, она шприцы кипятила в поликлинике, она уходила к питьюру. Она медсестрой была, да? Нет, 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 она просто уже на пенсии работала и работу подрабатывала там, да. И мама включила свет и увидела какая-то неестественная цвет лица у Оксаны, она подошла, она ледяная, и она заголосила и заорала. И говорила, как ты можешь спать с мертвой девкой? Для тебя хоть колокола звени. Как ты ее могла заспать? Ну и рядом лежали в кровати. Да, на одной кровати. А, и мама пришла с работы и обнаружила, что она с самого другого цвета? Нет, это утром, это было где-то полпятого утра. Вот, и она меня так била, била, била. И вы знаете, это мы русские ванны, наверное, нам надо дать хорошенько, хорошенько пока придем в себя. Я когда пришла в себя, я посмотрела, не разжеваются губы-то. Вики-то, не открываются. У вас или у Оксаны? У Оксаны. Вы понимаете, она ледяная. Первая картина у меня, что я лечу на гроб, ну, около могилы, и вдруг внутри такие слова. Господь Иисус Христос, Сын Бога Небесного, воскрешает мертвых. Опять то, что вы слышали тогда в церкви, да? Да. Я внутри себя через 7 месяцев, я внутри себя это услышала. Вообще число 7 для меня. 7 лет что-то такое интересное очень. И я повернулась к маме, я говорю, мамочка, сейчас Господь Иисус Христос, Сын Бога Небесного, воскресит Оксаночку из мертвых. Она мне там, ба-бах, хлопись, ба-бам-бабам. Я говорю, мамочка, успокойся, пожалуйста. Сейчас Оксана воскреснет из мертвых. Она, да я что, покойников не видела? Да какое там воскреснет? Да ты вообще, тебе надо в дурдом. И пошла, пошла, пошла она меня, да? И вы знаете, когда я вот так вот руку сделала, я говорю, мама, сейчас Оксана воскреснет, помолчи. И она говорит, ее какая-то сила к стеночке прижала, и она не могла ничего сказать, не могла. А я молилась, но она не слышала, и я не помню, как я молилась. Понимаете, да? Но что я увидела? У Оксаны веки дрогнули, которые я не могла пошевелить. Да, губки поразвели, щечки. И она говорит, мамочка, у нас каникулы, да? Мне можно еще спать? Я говорю, да, Оксаночка, можно еще спать. Вы понимаете? Я подняла руки и сказала, я не знала, что можно поднимать руки. Подняла руки и сказала, Господь, Иисус Христос, Сын Бога Небесного, Ты воскресил мою Оксаночку. Благодарю Тебя, я никогда не отойду от веры. Но помоги мне, пожалуйста, чтоб я не попала в турдом и не сошла с ума. Но от этого чуда такая у меня была вера, чтоб я не сошла с ума и не попала в турдом. Потом я повернулась к маме, и я говорю, мамочка, ну вот ты видишь, Оксаночка живая. Она назад пятки вышла из дома, из квартиры, то есть из комнаты. И она потом всем соседям, всем родственникам, она всем говорила, моя Нинка колдунья, она воскрешает мертвых. На моих глазах девка мертвая была. Она жила. И она сказала, больше сюда, ко мне не приходите. Ты колдунья. Вот. И я после этого стала искать Бога. Я искала, конечно, в православии. Я больше же ничего не знала, да. И когда я там говорила, что Иисус Христос воскресил Оксаночку из мертвых, мне говорили, что я такая вот интересная. Я сказала Богу, что одна бабуля мне сказала, вот купи иконки Матери Божьей и Господа Иисуса Христа. Поставь блюдечко, зажги свечечки, кресло накрой простыночкой, один платочек, встань на колени и поблагодари Господа Иисуса Христа. И помолись. Я все это сделала и говорю, Матерь Божья, Пресвятая Дева Мария, ты родила такого чудесного сына. Я тебе очень благодарна, но ведь Господь Иисус Христос, Сын Бога Небесного, воскресил Оксаночку. Поэтому ты позволь мне подойти к твоему сыну. Я на иконку глаза перевела, вот, перекрестилась и говорю, Господь Иисус Христос, Сын Бога Небесного, ты Оксаночку воскресил из мертвых. Я никогда не отойду от веры. И я хочу тебе служить. Я хочу быть монашкой. Покажи, где есть монастырь, где я могу служить тебе. И мы с детьми 4 года лазили по монастырям, по всяким вот этим, где святые молятся, там вот под землей. Там надо было джух, спуститься до пещеры. Потом подняться там, да. На нас одевали вот эти папахи. Накивки такие? Нет, папахи, вот с этих, ну, чьи мощи там были. Да, мы еще целовали эти мощи. Я целовала эти иконы, свечки ставила. Я искала чудотворную икону, которую бы дала Андрею зрение. Вот посмотрите, какие запудренные у нас мозга. Люди дорогие, как нужно нам обновление ума. Как нужно читать Слово Божье. Вообще, я потом... А ведь не читали Слово Божье. Нет, не читала. Слухом людей, да? Потому что кто-то как-то говорил. И одна женщина мне сказала, дочка, ты напрасно ездишь, значит, по монастырям и ищешь Бога. Бога надо искать в Слове. А я сказала, что такое Слово? Она говорит, Библия. И это мне так глубоко запало. И вот когда меня, уже все врачи списали, у меня пища не проходила, даже вода не проходила, кал не выходил, у меня было лицо, сейчас, наверное, шесть кулачков, лицо. За эти четыре года просто стало улучшаться катастрофически. Лицо с... Так я же постоянно постилась. Я же постоянно постилась еще. Лицо с кулачок, живот вот такой, ножки вот такие. То есть я вся была, ну, просто сухая. И когда меня привезли на операцию, уже боль была невыносимая, да. Мне... Я много упускаю, конечно, подробностей. И врач меня посадила около себя, все анализы взяла. Она говорит, я вас положу, и я просто вас зарежу. Вы понимаете, да? Потому что у вас сердце не выдержит никакой. И у вас такие метастазы, они везде у вас, по всему телу. То есть вам диагностировали непроходимость кишечника, рак, рак кишечника. Полностью весь рак живота. С метастазами, вот в полость кишечника, живота всего. Да. И она сказала, что вам поможет только Бог. И я иду и думаю, что же я сейчас скажу детям, чтобы их не напугать? Что же я скажу детям? И я опять внутри слышу. Господу помолимся. Господь Иисус Христос, Сын Бога Небесного, врач души тел наших. И опять. Господь Иисус Христос, врач души тел наших. Я повторяю про себя и думаю, так погоди, он врач души тел наших. Я говорю, слушай, Господь Иисус Христос, Сын Бога Небесного. Я ставлю эксперимент. Ты врач души и тела моего. Вот давай мы, ты меня исцели, и мы всем врачам утрем нос. Представляете, да? Договор. Да. Такой договор был, да. И вот я пришла, достали Библию из дивана, и я стала читать. Вы знаете, почему людям непонятно слово? Даже ты, если ищешь Бога яростно. Я яростно 4 года искала Бога. Я даже вот просила бабулек какие-то там молитвы написать. Там непонятно что. Я все равно это все говорила, потому что я хотела молиться. И никто не мог мне это показать, как это надо молиться, да. И когда я достала Библию, стала читать через лупу. Очки мне не могли бы выписать, потому что у меня такое было плохое зрение. И вот я стою на коленках, кое-как через лупу читала. И читаю, ничего не понимаю. Оксаночка, принеси мне Мишель в антене. Приносит. Понимаю. Аристотеля. Понимаю. Я искала Бога, но вот через... Ой, Господи, кто они были? Аристотел, был дар. Философ. Я искала Бога через философию. Как я искала? Я листала Библию, искала слово Бог. Представляете? И подчеркивала. А потом все это изучала. Почему они говорят вот это о Боге именно? Понимаете, да? Я вот так вот не все разом читала, а вот выборочно таким вот образом я читала вот это все. Принеси мне Льва Толстого, понимаю, Чехова, понимаю. Боже, боже. А тут по-русски написано, я не понимаю. Я говорила, Господь, в чем дело? Зашифрованное послание. Ты понимаешь, нет. И вдруг я открываю Луки, последняя глава, 46 стих. Он отверз их ум к разумению Писания. Так. Я поняла, Господь. У меня закрыт ум к разумению Писания. Так. Открой мне мой ум к разумению Писания. День молюсь по 100, 200, 300 раз. Два молюсь. Ничего не открывается. Ничего не понимаю. Я левую. Говорю, так мне уже осталось-то жить-то уже там 3 что ли дня, да. Я говорю, так я до сих пор еще не поняла эту Библию. Так это где мне Бога-то искать? Сказали Бога искать в Слове. Вот это Слово. По монастырям я тебя не нашла. В капличках Божьей Матери не нашла. На родниках Николая Чудотворца не нашла. Серафима Саровского. Но я нигде тебя не нашла. Я говорю, так а тут у меня ум не открываешь. Так ты что мне ум-то не открываешь? А я внутри опять себя слышу. Прочитай всю главу. Я говорю, слушай, Господь, ты такой интересный. Нет, ты такой интересный. Ты такой интересный. Как прочитай, когда у меня такие боли, и я читаю только через лупу. Мне очень тяжело. Ну, мне что, он молчит, ничего не говорит? А куда деваться? Я давай... Он не спорит. Ага. Я давай читать. И сколько я сразу прочитала, я не могу сказать. Но я все-таки прочитала несколько раз. И сказала, я поняла, Господь. А ты открыл ум ученика. Ты понимаешь, ты ученикам открыл. Пишу. Господа Иисусу Христу, Сыну Бога Небесного, отцу Славянина Михайловны, проживающий город Ижевск, улица Школьный, дом 59А, заявление. Прошу принять меня в ученики и открыть мой ум к разумению священного писания. Представляешь? И Михайловна, вы, конечно. Потом вдруг мне... Вот знаешь, кто-то мне листал, как будто Библию. Открываю. Они взяли ключ разумения книжники в Борисее, но они сами не вошли в Царство Небесное и другим воспрепятствовало. Воспрепятствовали. Я говорю, Господь, дай мне ключ разумения. Я сама войду и тысячи за собой приведу. Вы представляете, да? Потом раз Бог открывает к Ефесянам и глаза на это падают. Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дай Духа премудрости и откровения к познанию Тебя. Просвети очи сердца моего. У меня есть очи сердца. А что? На сердце есть глаза, очки? Или что там у меня есть? Понимаете, я каждое слово разбирала, вот так все мне было интересно. Все анализировала. Да, все анализировала. Но я стала молиться по 120 раз этой молитвой. И вы знаете, когда я таким образом молилась, я ведь не понимала еще, что я делаю, да? Вы знаете, у меня боли-то отступали. Да, боли отступали. Я еще усилений начинала молиться. Потом Бог мне показал о любви и молитве. Молитвы я стала, о любви. Любовь долго терпит. Вот это первое, моя не завидует, не превозносится, не гордится, не ищет всему. Вы знаете, это как на меня подействовало плохо? В каком плане? Стало хуже? Всему верит, все надеется. И до сих пор это так глубоко вошло. Человек делает гадости, пакости, а я все верю. А я все надеюсь, что он изменится. Вы понимаете, да? А я продолжаю с ним говорить. А я продолжаю его наставлять. А я продолжаю за него молиться. То есть это какая-то вообще у меня перебор. Вот так. Любовь, любовь. И все покрывало. Ну, я ходила, обливала с кровью. Я ела какой-нибудь бульончик там, рыбный там, или что там, да. Или от супа, ну, через сито процеживали мне бульончик, да. И сухарик туда. И вот так я питалась. Мне тоже порой казалось, кому начинаю людям о Боге говорить. Ай, да пошла ты со своим Богом. Моя мама говорила. Вон, пошла, свечку поставила, перекрестилась. Вот тебе и Бог. Да. И поэтому я очень рада, что я знаю Бога. Бог знает меня. Мне нравится, что Бог знает все мои мысли. Он знает каждый мой шаг. Он знает мои мотивы сердца. Понимаете, да? И мне нечего от него скрывать. Мне очень хорошо с ним. Я засыпаюсь с ним, просыпаюсь с ним, говорю с ним. И что знаю, я все это рассказываю своим в церкви. И последнее время я очень хотела уйти на небо. Вот так я его умоляла Бога. Так умоляла, так умоляла. И вы знаете, он в 118-м псалме уже три месяца у меня, наверное, если не больше, держит на 118-м псалме. Читаю. Иви милость свою к рабе твоей, Нине. Я буду жить и хранить слово твое. О, по милости твоей оживляй меня. Я буду жить и хранить откровения уст твоих. И вот это все, что я буду жить. А эти слова, они как фара у меня загорались, что я буду жить. Я говорю, Господь, я не поняла. Это ты так хочешь, чтобы я жила, да? Это мне надо повторять. И Бог сказал, сколько раз, дочь моя, ты у меня просила смерти. А сейчас вот столько раз ты проси, что ты будешь жить. Утверждай, что ты будешь жить. Ладно, Господи. И я только встаю, у меня тут Библия стоит, сразу читаю. Так, Господь, имени милость свою, и я буду жить и хранить слово твое. Вы знаете, я благодарна Богу за свое детство. Я читала, у людей хуже еще детства было, чем у меня. Меня каждым куском попрекали. Ты не могла потолще кусок взять. Ты не могла там пол чайной ложечки положить только сахарного песка, да? И я потом, когда уже стала работать, я ложила столько песка, что я когда размешивала, и я потом выпивала чай, у меня почти оставалось вот столько песка. Столько оставалось песка же у меня в стакане. Представляете? То есть я дорвалась до сахарного песка. И вы знаете, то, что меня били, колотили, и всякими словами материли, проклинали, вы знаете, я бы так не познала Бога. Если бы у меня все было в той жизни хорошо. Понимаете? А то, что у меня было, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я никогда не имела мира. Я никогда не была защищенной. Я всегда хотела, чтобы меня, ну, кто-то помог, меня кто-то защитил. Когда я эти ведра тащила, такие огромные, худенькие, маленькие. А колонка была так далеко, так далеко. Я тащу, поставлю, у меня пол ведра расплещется. Мама, мне опять хлобысь, хлобысь, хлобысь. Да. И думаю, ну, хоть бы кто-то мне помог вот это коромысло вот донести до дому. Понимаете, да? Сумки носила. Ведь девять человек, семья, шестеро детей, отец, мать, восемь, дед девятый. Через плечо. Дед к вам в итоге пришел жить, да? Да. И я вот это в руках еще две сумки тащила. Я шла, меня качала. Встану отдохнуть, капельку руки, плечи опять вешаю, опять иду. То есть у меня было очень ромотящее детство. И на будущий год у меня будет 70 лет стажа. 70 лет стажа. Как я начала работать. И я, знаете, никогда не умела отдыхать. И мне кажется, до сих пор еще не умею отдыхать. Я вообще не знаю, что такое отдыхать. Мне обязательно так, если я лежу, так молимся. Так, Дух Святой, за что мы сейчас с тобой молимся? Поддержи меня, мемочи меня. Ой, что-то вообще, не знаю, запуталась. И за это надо помолиться. И за еврейский народ, и за начальство власти, и за церковь, и за детей, и за внуков. И вот за этого Егора надо помолиться. И перечисляю. За этого Рябова помолиться надо. Перечисляю. Да, я говорю, вообще Господь, голова кругом идет. Ну, пожалуйста, Дух Святой, давай будем молиться. Ты уж сам веди меня. За что молиться? И как молиться? То есть, я до сих пор не умею отдыхать. Если я отдыхаю, то я молюсь. Ваши молитвы, видите, нужны. И церковь молится, поддерживая вас, молитвой, любви, благословения, благодарности. Но и ваша материнская молитва, пастерская молитва также формирует жизнь и будущее церкви. Я верю, что это чрезвычайно нужно церкви и людям на земле, чтобы это благословение было высвобождено. Высвобождено через человека, знающего Бога, говорящего с ним лицом к лицу. И ваше повествование остановилось сейчас, когда вы рассказывали, как шаг за шагом в молитве Бог вас проводил и вы получали исцеление от рака кишечника, от непроходимости, Да, у меня даже, знаете, в позвоночнике места не было, которое бы не болело. У меня все было в метастазах, все. То есть врачи вам сказали, что вы умрете сейчас на операционном столе. Осталось вам буквально может 10 дней, и вместо того, чтобы поехать на скорой, вы поехали на трамвайчике, чтобы не подводить детей. А там вибрация, Виктория, знаешь, какая вибрация? Я пока кусала губы, я кусала язык от боли, да, думала, сейчас я на этой остановке выйду, и как-нибудь, как-нибудь до дома дойду. Я пока приходила в себя, открывала глаза, трамвай двигался, так я доехала до дома. Представляете, да? Это была боль, и вообще, я даже не представляю, как я это выжила. Я понятия не имею. Семь лет такое шло исцеление. Семь лет. Семь лет я грызла Библию. И я поняла. И вот, когда чуть-чуть лучше, вы стали выходить на эту работу, да, вот такую сторож. Да, когда я уже поднялась, я уже могла ходить. Это было через лет пять или четыре? Нет, я не помню, сколько. Я вообще, вот что Оксана, что я, мы не помним, потому что у нас... Вот этот период такой тяжелый, как в тумане. это был такой шок, такая вот встряска ужасная, вообще тяжеленная. И я ходила даже, мне было тяжело тащить вот маленький вот этот термос вот с бульоном, да, сухарик и Библию. Мне так тяжело было. То есть исцеление не было моментально? Нет. Вы скрызались с ломами? В тумане 7-7 лет. Ну, а потом, а как это произошло? Я стала молиться о крещении Духом Святым. Я до дыр дочитала Деяния апостолов и говорю, смотри, ты тут крестил. Тут ты крестил Духом Святым, тут крестил. Почему меня не крестишь? Я тебя спрашиваю. Богу говорила, почему ты меня не крестишь? И он меня очищал. Я ведь каялась, и я по новой каялась. То есть, это видно, я верными корками ума каялась или еще как. Не знаю, но тут было такое покаяние. Я проливала такие слезы горючие. Это было такое сотрясение всего меня. Вот так вот, всю-всю меня. Ты пришел к крещению Святым Духом? Да. И два года я так молилась. Два года. Два года. И когда меня Бог крестил Духом Святым, на меня сошел Дух Святой, я еще встала, помню, на работе, это был вот Удмуртский центр стандартизации метрологии. Я встала на коленке, где шершавый асфальт, такие там попрыжки. Мне так больно. Думаю, Бог увидит, как я хочу крещение Духом Святым, что коленки так больно, а я встаю на коленке. Ну, такая маленькая была, крохотульная верующая девочка. Вот. И когда она меня крестила, я думаю, это что за бельберда? Ромали, Хатаби, Калиондар, Табатор, Интемба, Чандера, Киндера, Кальмандера. Ой, что-то я, Господь, не то, наверное, говорю. Господь, ты меня крести Духом Святым. Ну, это вообще... И на меня такой Дух Святой, зашел. У меня все боли были сняты моментально. Я себя била по животу, как по барабану, не болел. А раньше, чуть не так вот где-то к столу прислонюсь или еще что-то, у меня было больно. Не такие острые боли были, но я обходила каждую канавку, каждый бугорок. Я обходила, ну, чтобы вот не стряхнуться, чтобы мне было не больно. А тут я бегала на первый, второй этаж по лесенкам. Я чечетку танцевала, я барыню танцевала, краковяк танцевала. В общем, я летала, я порхала. Я там эти колонны, их огромные, обнимала, хотя они необъятны. То есть я не знала, куда деть радость, радость неизреченную, радость приславную. Понимаете? Это спустя 7 лет, да? Да, спустя 7 лет. 39 лет? Да. Нет, подождите, как 39 лет? 32? Когда он исцелил, подождите, когда он меня исцелил, мне было уже тогда 44. 44. Да. А в 45 началась церковь. Да, и я Богу говорила, Господь, одумайся, что ты делаешь. Я не знаю, что с этими людьми делать, а? Ну, пусть бы они разбежались куда-то, а? Так это что-то такое. Как они начали? Как началась церковь? Вот расскажи. Вот я всем рассказываю, свидетельствую. Они берут да исцеляются. А я говорю, слушай. Это после вот крещения Святым Духом началось движение, да? Да, да, да. И я говорю, послушайте-ка, не надо мне тут заливать. Меня 7 лет Бог исцелял. Как это он вас сейчас исцелил? Что это вы за такие за особенные у меня? Ничего не знаю, пусть врач идет и с картой. Ко мне приходили врачи и с картами, и говорили, мы сами удивлены. Анализы прекрасные, люди чувствуются замечательно. Какой вы силой обладаете? Я говорю, слушайте, спасите Бога. Я сама не знаю. Я ничего и не делаю. Я просто проповедую Слово Божие. А они берут да исцеляются. Для меня это было чудо, да. Я помню, вы мне рассказывали, что соседи пригла... Просили Оксану, чтобы она соседей приглашала домой. И сами, очевидно, использовали и рабочее место, и улицу везде. Везде. Еду в автобусе, вижу человек там с костылями или такой, видно же, что болеет человек. Я подхожу и говорю, на ушко, а можно я за вас помолюсь? Они говорили, да. Я молилась. И они говорили, у меня все проходило. Я даже за кошек молилась, за собак больных молилась. Вы знаете, телевизор не работает. Еще тогда телевизор смотрела. Я во имя Иисуса, тебе говорю, работай. Я так верила. Холодильник что-то там не работает. И работал. И работал. Да. Во имя Иисуса, холодильник, работай. То есть у нас откуда-то появились, а у нас собака Белка и кот Антошка были, а им же и еду оставляешь, они же не всегда все съедают. Появились тараканы. И я говорю, слушай, это тоже твоя тварь, да? Богу говорю, тараканы. Ну так вот, скажи им, чтобы они ушли и больше не приходили. Во имя Иисуса тараканы пошли вон отсюда. И не смейте больше возвращаться. Мы встали ни одного таракана. Вы представляете? То есть у меня была сумасшедшая, обалденная вера. Я была самая счастливая. Вы знаете, я дома в прихожей попляшу-попляшу, потопаю-потопаю, Бога прославлю, во ладоши похлопаю, выхожу за дверь, дохожу до площадки, ну, с одной лесенки на другую, да? Я снова потанцую, да? Я шла, всем улыбалась, всех благословляла, радовалась, но на меня осыпалась со всех сторон. Ваша Личность очень сильная, действительно, не сломала вас эта жизнь и вот это чувство справедливости и правды и доброта, что на самом деле божественное качество, качество свыше, качество от Бога, образ Его творения, который отражался в вас. Я верю, что они тоже побуждали вашу душу и ваш дух вызывать к Нему, и вы были исцелены через семь лет долгого-долгого поиска. Началась церковь. Я хотела вас сейчас спросить, по-моему, вы ту Библию, которую вы достали, получили тоже сверхъестественным образом, удивительным образом. Ой, я так много забыла уже. Спасибо, Виктория, что ты мне напомнила. Когда мы искали Бога, и я вышла с метро в Москве, я постоянно говорила Господь. Это ещё до Одессы, да? Да. Нет, это уже после Одессы, да? Я говорю, Господь Иисус Христос, Сын Бога Небесного, куда нам идти? Мне сказали, 35 церквей, да? Ну, есть ли у нас какая-то наша церковь? Я ему говорю. И я поняла, спросила человека, поезжайте вот сюда, там 2-3 остановки, церковь Петра и Павла. Мы приехали туда. Нас, каноны на нас читали, акафисты читали. И говорят, у вас нет никаких бесов. Я говорю, как нет никаких бесов? Если у меня такой страх, я им говорю, это что, не бес? Да? И потом, когда нас 3 дня вот там отчитывали, да, и мы когда уже переходили трамвайную линию от этого храма, прямо вот так, трамвайная линия и храм вот тут рядышком, да, нас догнала женщина и говорит, подожди, женщина, я сейчас тебе что-то принесу. И тащит книги. И они все обгорелы, я могу сейчас даже их показать, они у меня здесь. Понимаешь? И она говорит, здесь жила бабушка, пророчица, и она сказала, придет женщина, маленькая, худенькая, с белыми волосами светлыми, и доченька ее, маленькая, худенькая, и сыночка слепой, и отдашь ему эти книги. Я говорю, дальше что? Я не помню, что дальше она сказала. Если бы она сказала читать, 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 то я бы ее читала, читала и читала. Значит, я не услышала или мимо ушей пропустила, не знаю, да? И я была, это книги, как было для меня поверье, что все с нами будет хорошо, пока эти книги будут вот в моем доме. Понимаете, да? И там, на старославянском языке, и я не понимала этот язык. И когда я изучала Библию, мне приносили Библии, такие, как чемодан, вот такие большие, вот такие вот толстые, с такими замочками, да? И я читала, и я моментально выучила вот этот старославянский язык, потому что я русскую Библию открывала и старославянскую. И я читала так, 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 а здесь так, так. Понимаете, да? Вот. И я была очень удивлена, и когда эта женщина сказала, бабуленька, а я как их узнаю, Бог покажет, а вдруг я не доживу? Она сказала, доживешь, пока не отдашь им эти книги, ты будешь жить. И горел вот этот домик, где она прислугой была, ну, кормила, готовила, вот священников кормила, да? Он горел, все сгорело, эти книги не сгорели. И она эти книги вам передала, и поняла тогда, Бог ей сказал, что это вы. Да? Так она три дня, Бог ей говорит, отдай эти книги, а она не знает, да Бог это ей говорит, или не Бог, а просто вдруг это совпадение, слепой сыночка, маленькая девочка, женщина, я была такая худяшка, как твоя дочурочка, стройняшка. А можете рассказать, как ваш сын обрел зрение? Вот знаете, почему мне невозможно было оттянуть ни за что, ни за уши, никак, и все, что я получала там, нагоняя их таки, все от православной церкви. Я же молилась Иисусу Христу, и мы, когда ехали в Закарпатье, я ездила подальше, почему один Бог знает, и мне Андрей говорит, мама, а что вот там такое идет, вот такой вот как, вот это что такое, дым или что это, что такое? Из печи, он видит крышу, он видит дом, и дым идет. Я говорю, ты это видишь? Он говорит, да. Вы понимаете, да? Я была потрясена. Потом Бог исцелил постепенно нестагн глаз, глаза не стали бегать, исцелил косоглазие. Вы ходили в православие? За четыре года, что я ходила в православие. Я молилась Иисусу Христу, неотступно молилась, постоянно. И если б я тогда что-то понимала в духовных вопросах, я б молилась, дай ему духа премудрости и откровения к познанию Дего. Господь, ты могущий соблюсти моего сына от падения и поставить перед славой своей непорочным в радости. Понимаешь, я бы молилась о его духовной жизни, а не физическом исцелении. Только. Да. Ну, просто вы молились бы и о том, и о том. Ну, так вот такая вот была, темная была. Тем не менее, вот за что молились, происходило. Да. И поэтому я думала, что это все мне православная церковь помогает. А я там всякие вопросы задавала. И мне всегда говорили, если тебе это Бог открыл, иди отсюда. Захлапывали Библию. А-а-а! А закладка-то улетала, а в православии-то нельзя Библию-то подчеркивать. Представляете? Я потом не могла найти эту страничку. Ну, читали вот эти старославянские Библии, да, вот, которые... Я говорила, почему мы это не делаем? То есть я приходила, как будто бы я какой-то контролирующий орган, да. Я говорила, почему мы это не делаем? Там написано, проклятся, кто небрежно несет служение Господу. Если мы это не делаем, под проклятием вы, и мы с вами, и на меня там. Значит, ваш сын получил исцеление зрения, сверхъестественное, потому что врачи сказали, что нервы отмирают, и он по факту был уже практически слепой, и остановилось вот это движение глаз. Не стажем глаз, да. И после этого у вас проявился вот этот диагноз с кишечником, да, и теперь началась ваша эпопея, да, проход через долину смертной тени, который закончился через 7 лет. Меня что удивляет? Вот посмотрите, Бог воскресил Оксану из мертвых, да? Бог исцелил Андрея, да? А я еще не понимаю в том, что это все как бы делает глубоко Бог. Я как бы что-то не понимала, вот даже для себя. Понимаете, да? Вот я поставил эксперимент, ну и поставил эксперимент, что мой врач... А что, я не видела, что Оксана исцелена? А я не видела, что ли, что Андрей исцелен? Вы знаете, это такие мозги закомпатированы были. Поэтому я ко всем людям обращаюсь. Дорогие, любимые, удивительные и прекрасные, вы созданы замечательно. Только вам надо обновляться духом ума. И знаете, искать Бога, потому что ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Знаете, как ко мне приходили? Звонили, я открывала дверь, и они мне говорили, а здесь живет женщина, которой Бог отвечает на молитвы. Да. Ко мне так привели мою невестку Люцию. Она три года провела в дурдоме. Она, о господи, мусульманка. И вот мама ее привела и оставила, и ушла. Вы знаете, видите, я, конечно, очень удивлена, но она даже вот, ну, ни денег на питание не давала. Она считала, что я деньги не брала ни с кого, потому что даром получила, даром даю. Я так понимала, так читала в Библии, так действовала. Даром получила, даром отдаю. Вот. И я ведь не знала, как лечить человека, который берет нож, хочет там себе вены вскрыть или раздевается до гола, встает на перекладинку на балконе и хочет прыгнуть или дверь хлопает так, что у меня штука, турка валится. А я смотрю, Люция голая по лесенкам, джи-джи-джи-джи-джи, с четвертого этажа, да. И я останавливалась и говорила, это было полное водительство Духа Святого. Сатана, во имя Иисуса, я связываю тебя, руки прочь от Люции, во имя Иисуса Христа. Я не говорила, это громко, я говорила, это шепотом. Поэтому я знаю, что дьявол слышит, когда мы шепотом говорим. Понимаете, да? И когда она спрыгивала и говорила, ой, Нина Михайловна, почему я голая? Я говорю, ничего, Люсенька, сейчас мы с тобой оденемся. Ничего особенного. Даже по телефону, я уходила в этот Удмуртский центр стандартизации метрологии, дежурить, да? И каким-то образом, я не знаю как, или Оксана позвонила, но мама ее пришла. Они не знали, что с Люцией делать. Они ее завернули в этот палас, веревками замотали, а она все равно там брыкается. Они пришли к вам домой или они так ее принесли к вам? Нет, они ее привели, оставили ее из больницы. Ну вот так в ковре они ее притащили? Нет, так привели, оставили. Она ходила, вы знаете, как она ходила? Она ходила, вот так вот, ай, тут у меня это, вот так вот. Тоже как садилась. Она садилась, садилась, да. Ела, у нее все изо рта валилось, в ложке там, кружка оставалась, да. И я вообще ничего этого не знала. Я ей садилась, и говорила, пиши псалмы. Она у меня писала псалмы, и когда она писала у меня, так вот вниз, так вот вверх, как попало. И когда она Рона писала, я понимала, что у нее пошло исцеление. Представляете, да. И так она у нас жила два с половиной года. Ого. Да, дорогая моя. И вот я ничего не боялась. Даже когда выборы... У вас дети были в семье. Ну да, со мной они жили. Даже когда к нам пришли на выборы, а раз я болею, да, ко мне пришли с этой тумбой выборы. Я говорю, вы знаете, я уже проголосовала. Они звонят, да нет, вы не проголосовали. Я говорю, так вы же не дослушали. Я проголосовала раз и навсегда за Господа Иисуса Христа, Сына Бога Небесного. Он мой президент. И я другого не буду голосовать. Ведь могли тогда, тогда же садили в 80-е годы в тюрьму, а я вот так вот шпарила везде. Да. И как меня Бог оберегал? Ну, наверное, такая вот я простушка, наивная, поэтому, наверное, так Бог оберегал. Я всем в открытую все говорила. И люди стали получать исцеление везде. и это как бы вот ну, как бы они свидетельствовали, и еще больше людей стали приходить к вам. Да, да. И приходили прямо к вам домой. Да, и я говорила, так, ты вчера была, чего сегодня пришла? Я тебе сказала, ты видишь, у меня яблоку некуда упасть, чего пришла? Я тут постою, я хочу еще слушать Слово Божие. Да, вот оно такое было помазанное. Это не я такая была. так интересно. Наши мужчины, мне вот несколько лет, некоторые объяснялись в любви и говорили, Нина Михайловна, мы это сейчас поняли, мы грешили, мы вас были влюблены, мы любовались вами, мы приходили любоваться вами. Я говорю, это вы любовались Иисусом Христом, помазанником, который живет во мне, не мной, просто вы не обновились духом ума и это не понимали. Так что все нормально, я вас прощаю. Это хорошо, что я вам нравилась и что вы меня любили. Я вас прощаю за это. Ну, слава Богу. И как бы люди перестали помещаться у вас в квартире и вам пришлось выйти за предель. Каждый день, 7 дней в неделю, по 30-40 человек, я каждый день по утрам, вечером не было сил, я все мыла, чистила, скоблила, убирала. Это было вообще. Война и нагрузка. Вы же должны были работать, ходить на работу. и работать. И когда мы начали арендовать, я работала сторожем, охранником, или кем я там работала, и массажем работала, чтобы заплатить за интеграу. У меня не было денег. И мне говорят, а вы что, не собираете деньги? Я говорю, как не собираем? Собираем. А на что вы собираете? До к дни рождения, ну, по ячейкам. Понимаешь, нет? Я даже не понимала, что надо десятину собирать. И когда меня там выразумели, натолковали, я приехала, открыла им, говорю, так, мы с вами воры. Все. Молчат в зале. Тишина. Я говорю, да-да-да. Мы бы обворовали с вами наш единственный там ЦУМ тогда был, да? Никаких магазинов больше у нас там не было, да? Один был ЦУМ. И я говорю, нам что бы не посадили, а тут написано, мы обкрадываем Бога. Вы понимаете? Но это дело ваше. Я ваши карманы не трогаю. Я их не выворачиваю. Сами выворачивайте перед Богом. И так началась церковь. Ой. Мне говорят церковь, я говорю, побойтесь Бога. Вот просто православная это церковь, а это ликбез. Ликвидируем духовную безграмотность. Ко мне из правительства отовсюду приходили. И я им как, вот знаете, заводная. Я говорила, у нас ликбез. Вы понимаете? Ликбез. Пушкин говорил, это о Боге. Лев Толстой, это говорил. Чехов, это. И пошла им шпарить. Кто что говорил. Так что мы ликвидируем духовную безграмотность. Только из первоисточника. Это Слово Божье. А вы посидите, послушайте. Они слушали и уходили очарованные. Но потом один мудрый человек открыл мне тринадцатую главу кремлянам и сказал, нет, начальство и власти не от Бога. Что нам надо зарегистрироваться. Ой, вообще это была мука. Ну ладно, зарегистрировались. Нас сразу без всяких. Все они нас знали, зарегистрировали. Но когда я узнала, что мне нужна еще бухгалтерия, я вообще в шок пришла. В общем, для меня все. Вот эта церковь для меня шок. Вот она сейчас для меня удовольствие и наслаждение. Да. Потому что я практически только консультирую и вот всякие такие вопросики остренькие там развожу. Вот. В основном это все Оксаночка сейчас делает. и мне хорошо. И команда хорошие, верные люди. Вот этот Саша стоит. Он с самого начала мы какую-то аппаратуру купили. Какие-то мы постоянно хотели распространять слово Божье. Какие-то кассеты писали. Да, Санька? Вообще он дома там всю квартиру заставил этой аппаратурой. Вот находились такие люди, которые мне вот так вот помогали. Я не звала и не говорила. Я говорю ну надо, ну ты понимаешь надо. Ты понимаешь слово надо? Ну давай. Ну давай попробуем. У тебя получится. Слава Богу. Слава Богу. Мне кажется это такое действительно сверхъестественное дело. Вы знаете вся церковь сверхъестественная. Потому что люди даже вот не подходят чтобы за них помолились. Я говорю а чего-то вы не подходите так ничего не болит. как вот их Бог исцеляет я не знаю. И возрастают и Бог делает дни ваши насыщенными долгими потому что церкви нужно материнское отеческое благословение направление той которая стала сосудом вмещающим многие-многие сердца и судьбы. Ещё сердце расширено и спасибо Богу за вас Нина Михайловна за ваш труд любви труд жертвы уподобление Иисуса Христу в своём сердце вот это страстное желание быть похожей на Христа чтобы он отобразился в вас. Поступать в этом мире как Иисус очистить свою жизнь так как Иисус Христос чист потому что ничто не чисто не войдёт в Церство Небесное но я практически уже не сирь шву я уже вся на небе я представляю как меня Господь Иисус встретит как Он посмотрит на меня как Он обнимет меня я уже там и здесь я живу ну раз Бог не забирает я сказала ну раз не забираешь давай здоровь чтобы я на полную катушку на все сто процентов служила тебе Господь аминь видите юноши ослабевают и изнемогают а надеющиеся на Господа обновятся в силе и это ваш период пусть обновляется ваша сила пусть заостряется ваш взор и духовный и физический и пусть это благословение и передача эстафеты молитвы веры свидетельства передаются вашим детям вашим внукам вашим правнукам вы должны увидеть ваших правнуков так уже у меня правнук служит ему еще шести лет не было он сел около меня и говорит бабушка это хочу служить Богу скажи мне что надо делать ну вот уже сейчас что-то там он делает правнуков служит на барабанах играет сколько ему сейчас сколько ему одиннадцать одиннадцать да вот так что вы видите поколение которое родятся и поколение поколений Господь дает вам эстафету и наказ благословить передавать это помазание передавать этот огонь и ревность по Господу потому что вы его сосуд и вы нужны здесь как Божий генерал и как тот кто поддерживает свет в очаге в светильнике чтобы он ярко знал знаешь я хочу что сказать это было два года по-моему назад я очень сильно умоляла Бога чтобы он меня взял очень ну так умоляла вообще очень и Бог говорит я открываю Библию он мне говорит что подшествия твоем войдут к вам лютые волки нещащие стадо из вас многих восстанут которые будут превратно говорить об Иисусе да и я-то ведь не знала там что делается у меня несколько семей они просто из цирки не уходили они молились спастились и ночевали в цирке по очереди меняясь ну чтобы не распространять там вообще мой внук восстал да Рустам Сослов с одним человеком с Ростиславом какую-то молодежную организацию хотели создавать и не так много молодежи у нас увели это что-то это что-то и там такая буча была я приехала коротковый ревут это самое малыш его ревут Оксана ревет кто еще там был они все ревут понимаешь они говорят мы так устали мы не знаем что делать я как быстренько тряханула там всех своего внука уволила убрала да и как будто бы вот корова языком слезнула все спокойно хорошо тихо стало понимаешь поэтому Бог сказал я-то думала что я просто прочитала это но я поняла что это ко мне относится думаю да как это ко мне относится и поэтому Бог сказал дочь моя пока церковь не готова вот да да к отшествию твоему да да потому что войдут лютые волки хочешь ты этого не хочешь они должны быть готовы они потерялись но слава Богу что они молились слава Богу что они молились они постились они связывали завязывали а дальше не знали что делать а я пришла я не помню уже что еще там Бог мне сказал да все я приехала все как будто бы ничего не было но много людей потеряли молодежи Господь восполнит все потерянное и в этом тоже должна быть и духовная война за них и благодать и вера высвобожденная для того чтобы и другие молодые люди прозрели и покрывало с их сердец и с их глаз было снято и также Нина Михайловна вот буквально приехав сюда я слышу свидетельство что тоже благодаря вот этому слову знания которое вы получили Оксана была спасена сейчас во время этой последней атаки ой не говори это вообще я купила ей подарок седьмого вот с Наташей да пришли и нет я не поеду мне хорошо когда я не шевелюсь Андрей тоже там да 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 я просто замолчила потому что врачи сказали что такое должно быть и поверили ложному да представляешь я говорю Наташа быстро быстро вызывай скорую а я сейчас умолюсь дальше что делать потом вызвали скорую думаю что я могу уйти бог от нее уходи скорая не едет нет я уже тут наших подняла тот кто на скорой работает там маврицкий там еще там наши они уже там давай шуршать торопиться звонить я говорю ребята вы же знаете что я вас напрасно не беспокою а Оксаня сказала дочь если мне что-то сказал дух святой ты хоть что тут делай но ты поедешь в больницу и немедленно и сейчас я поняла команду я действую я порой часто вот так вот действую да я поняла в духе я поняла вот весь совет на меня церковный я говорю так я поняла в духе будем делать то что я поняла и делаем потом все радуемся ну слава богу действительно потому что Оксаны врачи сказали что это у вас просто воспаление поджелудочной железы пейте лекарства будет больно но все поправится но на самом деле это оказался уже воспаление это был прорванный аппеницит это была гангрена практически в полости живота и промедление грозило тем что она просто бы умерла буквально через несколько часов да и благодаря слову знания она в больнице практически сразу попала сразу сразу как только привезли ее сразу промедление было жизни когда вы настояли что приехала скорая скорая приехала и врач на домашнем осмотре сразу же установил да сразу же это мой близкий сказал так посылайте толкового врача и дал имена кто в этой смене работает вот не надо таких посылать вы сами знаете вот он только приехал все посмотрел только живот нажал так одеваться в больницу немедленно и она сразу попала на операцию да слава богу и оксана сейчас с нами она поправляет мне так было плохо все мы тоже однажды на совете почти с пол седьмого до восьми молились не переставая по кругу один молится с другой начинает и вот так вот молились и молились молились и молились пока меня там не отпустило где-то там внутри я сказала все сейчас у меня надо помолиться ну что я же так вся напряжена вот аллилуйя господь да это просто вы знаешь это бог мне дал такой сумасшедший характер просто сумасшедший я порой удивляюсь на себя ведь я вот такие вещи говорю да ну которые вообще уму непостижимы да а я говорю и мы делаем аллилуйя аллилуйя это человек видения и видения и это дар божий действительно это церковь потому что вы верите богу действительно превыше своего ума разумения это точно мудрости человеческой и это огромный дар и это огромная вера и это как раз тоже часть наследия и спасибо вам за страстную страстную любовь к богу что свидетельство вашей жизни доказывает его воскрешающую обновляющую исцеляющую силу он удивительный силу женщины которая в общем-то была обречена на смерть дети которые были обречены на смерть и которая сейчас вымаливает поколение утверждая их путя господних спасибо вам мим Михал спасибо дорогая на здоровье пусть кому-то это пойдет на пользу и